Операции проводились на территории всего округа, это шесть воюющих отрядов практически, где проводились операции крупные. Во всех операциях мы участвовали. Им и сегодня во снах приходит то непростое время, когда каждый вылет, каждый выход войск в пустыне не гарантировал того, что все вернутся обратно живыми. Просто получилось так, что для этих мужчин время военных действий в Афганистане пришлось на молодые годы. Многие из сегодняшних ветеранов только начинали строить свою взрослую жизнь, обзаводились семьями. Однако им пришлось оставить дома все, чтобы защищать мир в другой стране. Наверное, особое жизнелюбие позволило этим мужественным людям пройти все испытания. Плохое им хочется оставить там, в горах и пустынях Афганистана, а все то хорошее, что объединяло, давало силы сражаться, пронести в сердце вместе со светлой памятью о погибших товарищах. Вспоминается все, конечно. И боевые будни, дозоры, поиски. Ну, и товарищи вспоминаются больше, когда где-то шутили, где-то там какие-то случаи происходили чудные там, интересные. Так, допустим, один раз мы колонну вели с гуманитарной помощью из Таругунде, это под Кушки, на Калайнау, 250 километров. Нас засада ждала, а саперы впереди заблудились, на другую дорогу свернули. И засада у нас минула. Ждали, ждали нас сопровождающие группы. А мы прошли, звонят, где вы, где мы, а мы уже вон там. 30-я памятная годовщина вывода войск из Афганистана стала хорошим поводом, чтобы в торжественной обстановке в зале пограничной группы вспомнить всех тех, кто был на этой страшной войне. Сказать спасибо за добросовестную службу и вручить памятные награды. Воме интернационалистов сегодня преемники солдат Великой Отечественной войны. Они проводят уроки мужества, рассказывая молодежи о войне. Сегодня в этом зале присутствуют люди, которые не просто в мирное время выполняли задачи, а в сложнейших условиях, в другой стране, с другим языком, с другой национальностью, сложнейшие климатические условия. И за всю Афганскую войну ни одного без вести пропавшего пограничника. Погибшие есть, но без вести пропавших ни одного. И нашей частью командовал Парсуков Иван Петрович, герой Советского Союза, командир матомандир этой группы. Много ветеранов, которые сегодня должны были прибыть, но находятся на других направлениях. Поэтому, уважаю современные парнишки, я вас прошу брать пример вот с этой категории, которая сегодня в нашем зале находится. Если мы так будем работать, успех нам в диспетчат. В качестве подарка собравшимся был подготовлен большой праздничный концерт, в рамках которого прозвучали песни разных лет, посвященные пограничникам и их непростому делу – охране рубежей.